Невозможно, невозможно, красиво, наконец-то нашли титанов, правда, поздно, но я хотел, это, конечно, тут, я говорю, частный музей, какой частный музей, ты посмотри, в каком полете эта скульптура вошади, она полностью высечена, Мария, из камня, полностью высечена из камня. Ты понимаешь, какой блок должен быть, чтобы высечь такую фигуру из камня? Мы даже представить не можем, даже хвост высечен из камня, человек сидящий на ней, как такое возможно, как, вот просто вот как? Причем у лошади каждая мышца изображена, вот реально, и она еще сверху была покрыта, Маша, она прикреплена, покрыта у нас, вероятнее всего, ткань, может, ой, ткань, каким-то металлом, может, даже золотом. Так, ну давай, чтобы ничего не пропустить, посмотрим, да, это, знаешь, кто у нас должен, а, ганимед, это не ганимед, ганимед, вот его орел, Зевс-орел, ганимед своего любовника забирает туда фаворита, а то как-то я прямо сказал, да, фаворит она, любимцы, как пишут, но надо назвать, наверное, вещи своими именами. Фантастика. Кто у нас? Не знаю, кто. Какой это король? А здесь? Бог королей. А, у королей свой бог теперь? А, бог или король. Ну, логично, не бог, да король, не король, так бог. Слушай, какая, знаешь, какая воздушность, насколько изображена, вот, тот, кто у нас рождается, Афродита. Ага. А там наверху, понимаешь, горгон сверху смотрит, потому что такое лицо мистическое у нее. Ну что, пойдем продвигаться, как бы не хотелось посмотреть, ну, это невероятно, Афродисиада, тут, Афродисиада, это целый день, к сожалению. А он, нет, ну, он у нас, но уже пять лет, у нас не так много времени, скоро начнут отправлять нас, я вот уже покажу, просто не комментируя зрителям, потому что многие просто не доберутся, Маш, сюда. Это тоже Зевс, Аганимед, наверное. А, нет, полифем, полифем, это ледо, да. Ну, и лебедь, понятно, как в частушке. Вот те, вот те, вот дела, ледо лебедю дала. Вот, скоро слухи ходят на планете, скоро вылупятся дети. Вот это вот оттуда частушка, понимаешь, иллюстрируется. Посмотри, как голова вставлена внутрь. Что вообще происходит, что за скульптура, что это такое. Так, где надпись, нет, да, это тут лебедь? Нет, полифем, а, полифем и галатея. Полифем, титан, деформированный. Он же у нас и циклоп полифем, но изначально он просто был титаном. Деформированная его форма, гипертрофированные мышцы, просто огромные, мускулистость, но он, кстати, в потомстве великолепный. Вон, он любил полубогиню, и все у них было замечательно. Аполлоны, Музы, что-то как-то вот у них какие-то отношения, они не от искусства. Лицо, конечно, сделано обратно, вернули его, прилепили. Просто как-то кошмарная реставрация. Вроде и должна быть реставрация, но, наверное, не такая. Ой, господи. Македонские, македонские, они разные, Максим, мы посмотрели. Там и македонские есть, и не македонские. Макс, ну, от музея в шоке, честно. Честно, в шоке от музея. Пойдемте на выход. Да, мы, Максим, движемся на выход, потому что нам уже... Это кто последний? Это кто, Ахиллес? Это кто, Ахиллес или Пенфессилея? Пенфессилея, да. Ну, да к жена, наверное. Я постоянно сбиваюсь, уже такое количество... Кто, кого, кем приходится. Кто, кого, кем приходится, совершенно верно. Да. Почему-то у меня император голенький, вот этот вот император Клавдий подписан в книжке, а здесь уже надписи нет. Куда дели надпись с голеньким императором Клавдием? Вот я покажу тебе в книге. Тут стоит надпись импера... А-а-а! Император Клавдий, вон та надпись, что вот это он. Он стоял здесь, они его поменяли. Ох, лавкачи, ох, лавкачи. А, ставите внимание, она никак не припертина. Не креплена, и она сбита внизу. Что-то было написано, мы вообще, тут вообще все, что другое угодно было написано. Макс, мы выходим, потому что хочется все-таки вам показать хотя бы... Ой, господи, хотя бы что-то. Какая-то, какая-то фантастика. Давай, пройдем, мы в ту сторону не ходили. В шоке я. Ну, здесь попроще, здесь будут у нас монеты. Я даже, друзья, не буду тратить время на разглядывание монет, хоть это интересно, но сейчас просто вот реально времени нет. На керамику. Откуда здесь у нас, батюшки, копье прилетело и так прямо осталось, да? Ты посмотри. Ох. Ну, это все уже византийское понеслось. Опять какая-то, какая-то негроидность, или даже не негроидность. Что-то... Посмотрите, какие маски. Посмотрите, какие лица. Ну, это прям, да, понятно. Что-то вот, прям другое. Это что, еще один зал, или мы вышли в этот зал? А вот это как вообще возможно? Оно в металле влито? Похоже, это мрамор, влит в металле. Первый раз такое вижу. Черно-белый мрамор. Ну, мне кажется, написано черно-белый мрамор. Фантастика, фантастика. А я думал, это вообще в металле-то фантастика. И где же они взяли черно-белый мрамор? Чистый черный, чистый белый, ты понимаешь? Как? Как? Сох такой невероятный. Я как всегда, я приучился. Сначала я начинаю рассуждать, потом читаю. Чтобы, знаешь, сразу не было стереотипа. Потому что, наверное, написано одно, а по факту другое. У нас только что был свет. Так, свет, свет, свет. Маш, тут то же самое, ты посмотри. Тут черно-белый, это невозможно. Я тут тоже готов за искусственный мрамор голосовать. Потому что чисто белый, вообще без креплений. И чисто черный, без всего. Ты знаешь, может даже и хорошо. Посмотри, он даже, как будто даже в ткань, ну, то есть, как будто он даже перетекает разумно. Как будто его, ну, планировали так. Жалко, что это утраченные формы. Видно, что вот он еще разбит. Маш, ну, это вообще, если ты... Вот тоже, видишь, черно-белый, но он уже не так себя сохранился. А, тут тоже, тут тоже два цвета мрамора. Тут тоже, да, два цвета. Камни так, под ногами необычно. В шоке. Честно, вот, в шоке. Там еще скажут, вон, металл торчит, но это вкрапление просто вставлено. Это не армирование. Ну, если я уже найду еще армирование, посмотрите, какая полировка, да, маленькая голова? Полировка. Так, мы уже все, мы назад вышли или нет? Или мы здесь не были? Господи. Ой, господи, как, как, как? Ты посмотри, какие лица, какие лица. Да, вот эта змеетема, она будет везде, потому что это титаны. Ух ты. Все какие подробности. Что-то держит, то ли чернильница, то ли что, держит в руках. И она тоже стала частью пальцы. Каждый палец отделен. Ты понимаешь, насколько это тончайшая работа? Фантастика. Но ноги здесь не выделены, но полировка сказочная. То есть, мы не имеем даже следов. Мы следы, как ни странно, только на лице имеем. На шее и на лице остались следы. Причем такие, достаточно простоватые. И лицо, оно какое-то, опять, ну, вроде как голова целая, но к телу. Вот это не закончено. Ну, почему на голова не закончена? Ну, нам говорят, что тело было основное, а потом по заказу доделывали голову. Ну, это вот Гераклоделательный. Ох уж этот мне Гераклоделательный завод. Слушай, фантастика. Фантастика. Эти взгляды к небесам. У меня знакомый есть. Такой один в один в внешности отправлю ему. Слушай, а это какой шик. А это просто шик. Фантастика. Фантастика. Ну что? Еще зал. Опять зал. А может еще и не один. Ой, какая красота. Так, ну давай вот по порядку. Ну, понятно, скульптура тела, головы нет. Вот у нас. Вот понимаешь, вот это, наверное, Дионис или Аполлон? Аполлон. Вот если ты будешь смотреть вот так, вот здесь прикроешь кое-что. Спрашивают, почему изображали первичные половые признаки. То есть ты просто это прикроешь, ребят почему-то, то ты подумаешь, вероятно все, что это девушка, у которой свисают волосы, у которой выражена грудь и весьма красивая грудь. Ты подумаешь, что это вот она. А потом ты открываешь, оп, ловкость рук и никакого мошенничества. Да. А был ли мальчик? Оказался, да. Вот эта вот андрогинность, она в образах постоянной. И меня регулярно спрашивают, я говорю, ребят, ну я просто могу это показать. Все. Вот продемонстрировать и объяснить. Еще там зала. Да господи. Ой, господи. Слушай, какая статуя, да? Маша, сейчас повернись, сфотографируй, смотришься, потрясающе. Потрясающе. Две руки фотографировать рядом. Слушай, слушай, живу. Маша. Маша, Маша, вот это, вот это Мария. Подожди еще, стой, 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 стой. Мария, вот это кадр. Держи руку, мы сейчас прям сразу. То есть у нас полностью продублировано, да, как будто это 3D принтер, который оцифровал полно человека. И выдал вот, ну, до, ну, физиология вся полностью. Вот мы видим, вот. Но у меня не так вены, да, выражены, да. У тебя четко косточки вены. Вены, Маша, вены выражены. Не то, что, а, все, спасибо. Включите нам свет. Свет включите, да, подсветку. Ну, это энергоэкономный режим. Да, нет, это правильно. Просто когда бы входили, он так бы не так часто выключался. Посмотри, даже грудная клетка. Есть, знаешь, после операции такие грудные клетки. Они как будто вскрытые, и потом голова, потом, видишь, крепилась, голова на что-то крепилась. Как так получилось? Одну голову оторвали, поставили голову какого-нибудь королька местного. Фантастика, фантастика. Посмотри. Да. Сейчас фотош. Это что-то с чем-то. Это просто что-то с чем-то. Ты посмотри, как складка под подмышкой. Ты посмотри на подмышку. Как, Мария, как? Посмотри, насколько это тончайшие детали. Фантастика. Макс, ну мы вообще в шоке. Ой, господи. Полировка до зеркального, до блеска, до блеска. Ты посмотри, это как принтер физиологии отрезает. В Базилии. Так. Это кто такие? Это кто такие? Свет в студии. Ага. Это у нас какие-то гигантские скульптуры. Женские образы. Образы из театра с маскаронами. Зачем им нужны были? Обычно музы, да? Музы. Музы в данном случае здесь у нас. Слово музей тоже. Музей это обитель Муз. Вот если отсюда посмотреть, то профиль еще будет виден. Странно. Там написано богиня, здесь написано муза. Посмотри, как голова несуразно смотрится. Насколько голова не соответствует. Ребят, посмотрите, какой ухотрон очередной. Ну что это такое? Да, там написано, да? Да. Там написано, что повторное применение. А, ну конь, неужели где-то написали хоть в одном, значит, не лохотрон. Честные люди честно написали. Единственное, удивляет, что тут волосы, как будто это, знаешь, из тюбика давили. Спринца кондитерского. Но голова все равно совсем не отсюда. Возможно, просто это рядышком нашли и решили представить. Повторное применение, если только сами реставраторы или музейщики. Тут тоже какое-то впечатление повторного применения. Немного ли повторно применяли? И каждое лицо индивидуально. Просто невозможно. Вот это Максим Афродисиада, да? Где вот эта чаша? Слушай, чаши я не найду. Огромные головы, человеческий размер. Надо эти гравюры найти. Они в Лондоне, прикинь, гравюры сейчас в Лондоне. Да, они в Лондоне. Афродисиада, где такая река? А, это стадион, стадион, стадион. До стадиона дойдем. Сейчас все, ускоряемся и идем. Пойдемте. Пойдемте. Кривые буковки. Кривые буковки. Кривые. Квадриаза. Кривые буковки. Да, медуза, медуза. Ну, медуза у входа, Максим, она совершенно шедевральна. Они вообще кончаются, нет? Эти шедевры. Я уже просто не могу... Ребята, ребята, это шок просто. Вот так он стоит, а тут... Фантастика. Фантастика. Ну, пойдемте, попробуем еще успеть. Фантастика. Музей на магазине. Супер. Да, ветер еще будет.